МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Изнурительная жара выжигает Землю. Острова и континенты ушли под воду. На одном полушарии царит палящее солнце, на другом вечная мерзлота. Едкий дым от незатихающих пожаров окутал планету. Все содрогается от постоянных землетрясений. Земля только что превратилась в безжизненное небесное тело. После библейского потопа прошло приблизительно 5 тысяч лет, и нас ждет следующий катаклизм. Песчаные бури, бомбардирующие метеориты, лед и ни одной живой души. Все описанное только события, которые фантасты пророчат нам в далеком будущем. Но этот сценарий может воплотиться в жизнь уже совсем скоро. На Земле в прошлом где-то было 5 таких глобальных всемирных катастроф. И примерно где-то до 80-90% биовеществ на Земле исчезало. Чтобы выжить, человечеству придется навсегда покинуть Землю. Но куда нам лететь? Ученые рассчитали, что в нашей галактике лишь несколько планет пригодны для жизни. Однако человечество технически еще не готово к такому космическому путешествию. Тогда как землянам совершить самое глобальное переселение в своей истории? И какая из планет станет для нас вторым домом? К Земле с невероятной скоростью несется огромный астероид Апофис. Столкновение с ним, уверены ученые, приведет к катастрофическим последствиям для землян. Наша планета может превратиться в безжизненное тело. И людям придется искать себе новую планету для обитания. Ученые рассчитали, что Апофис достигнет Земли к 2026 году. Уже сейчас его готовятся встретить. Некоторые исследователи предлагают взрывать приближающиеся астероиды и кометы ракетами и бомбами. В этом случае мелкие осколки от них просто сгорят в атмосфере и не долетят до Земли. Кто может гарантировать, что та же самая бомба в случае какого-то конфликта полетит именно на астероид, а не обратно? Поэтому существует международная договоренность о категорическом запрещении вывода в космос какого бы то ни было оружия, тем более ядерного. Поэтому этот вариант по-видеому может быть использован только в самом крайнем, в самом таком предельном случае, когда уже деваться просто некуда. Существуют другие варианты. Например, изменить траекторию полета смертоносного тела, прикрепив к нему мощные двигатели. Затормозить летящий с огромной скоростью астероид ученые вряд ли смогут, но вот отклонить от маршрута вполне реально. Если у астероида изменить скорость всего-навсего на один сантиметр в секунду, то вместо роковой встречи с Землей он может пролететь либо до этого расчетного времени, либо после, либо Земля проскочит через эту точку раньше. И поэтому нужно сместить-то всего его на 15 тысяч километров. Всего-навсего. 15 тысяч километров при скорости в один сантиметр в секунду это где-то там миллион секунд, это несколько месяцев. Однако есть еще один более страшный сценарий конца Земли астероидный дождь, который за считанные дни превратит нашу планету в безжизненный шар. Кометно-астероидная опасность, она существует на данный момент, потому что мы, по крайней мере, знаем, и ученые, по крайней мере, российские ученые из Академии наук установили точно, что на Земле в прошлом где-то было пять таких глобальных всемирных катастроф. И примерно где-то до 80-90% биовеществ на Земле исчезало. Это животные, растения, биовещество. Это значит, что человечество может повторить судьбу динозавров, которые вымерли в результате ледникового периода, наступившего по одной из версий после столкновения Земли с огромным астероидом. Это подтверждает и теория регулярных катаклизмов, о которой сегодня заговорили ученые всего мира. Согласно теории, каждые пять тысяч лет наша планета переживает колоссальные потрясения. И теперь наступает очередной виток опасного цикла. Биологическое разнообразие на планете стремительно сокращается. Каждый день безвозвратно исчезают до 100 видов животных. Постоянное прессующее воздействие на климат лишь усугубляет ситуацию. Ежедневные выбросы в атмосферу до 60 миллионов тонн углекислого газа отражаются на всех регионах планеты. Некоторые островные государства могут оказаться затоплены в течение ближайшего столетия, если уровень воды в океане не перестанет расти. После библейского потопа прошло приблизительно 5 тысяч лет, и нас ждет следующий катаклизм. И это отмечают и майя, и древний Китай, и хопи индейцы, и в Ведах, и в Библии. Общеизвестная для христиан 24 глава Иоангелия от Матфея. Можете прочитать, и то, что описано в этой главе, слова Иисуса, скажем, приведены. Когда он говорит ученикам, видели этот храм, вот здесь все будет разрушено, камня на камне и останется. И там же есть фраза о том, как и Солнце, и Луна изменят свой ход на Земле, и звезды спадут с небес. О падении на Землю огромного космического тела предупреждают сегодня и ученые. В космосе обнаружены сразу несколько тысяч потенциальных убийц Земли. Это могут быть осколки некогда разрушенной планеты. Существует теория, что между Марсом и Юпитером была еще одна планета, но она погибла от столкновения с огромным астероидом. И ее мелкие части до сих пор дрейфуют в космосе. По подсчетам ученых, даже астероид диаметром всего несколько сотен метров способен встряхнуть нашу планету так, что последствия будут непоправимыми. И человечеству придется искать новую планету для обитания. Эти уникальные кадры облетели весь мир. Человек готовится к самому далекому космическому путешествию в своей истории. Шесть добровольцев отправляются на Марс. Так 3 июня 2010 года начался уникальный эксперимент Марс-500, который должен был ответить на вопрос сможет ли человек добраться до Красной планеты. Есть вероятность того, что к 30-му году будет формирована техника и можно будет строить такие модули на орбите. Может быть, это будет новая орбитальная станция, которая будет стартовой площадкой для полета на Марс. Ну и таким образом 35-37 годы должны стать реальными годами. То есть через порядка 30 лет мы думаем, что такой полет совершится. Интернациональный экипаж, в составе которого два европейца, три россиянина и один китаец, проведет в полной изоляции в условиях полетного космического модуля 520 дней. Это длительная наземная тренировка перед реальным полетом. Ведь совсем скоро, уверены ученые и военные, нам всем предстоит длинное путешествие в поисках новой Земли. И Марс может стать для землян вторым домом. Последние исследования ученых доказали, Марс вполне может стать новой планетой обитания человека, правда, не такой просторной, как Земля. Площадь марсианской поверхности сравнима с площадью Африки. Там есть гравитация, хоть и не такая мощная, как на Земле. Человек, вступив на Марс, весил бы наполовину меньше. При этом на Красной планете, как на Земле, дуют ветры и меняются времена года. Сутки длятся почти 24 часа, а вот год в два раза длиннее земного. Но самое сенсационное открытие, которое сделали ученые, на Марсе есть запасы воды. Если говорить о создании какой-то базы, то Марс, конечно, одно из наиболее перспективных небесных тел, потому что, опять же, там есть лед, который можно использовать для жизнеобеспечения этой базы. А не так давно ученые получили подтверждение того, что на Марсе существовал океан. А значит, в нем когда-то кипела жизнь. Вот снимки со спутника, где отчетливо видна огромная поверхность планеты, покрытая льдом. Но это лишь видимая часть запасов воды. В основном она находится под поверхностью в виде ледников. Но, используя современные технологии, добраться до них и получить кислород будет несложно. Осталось решить главную задачу. Как долететь до самого Марса? Названная цифра 520 достаточно для того, чтобы долететь до Марса, месяц поработать на орбителе, на поверхности Марса и вернуться на Землю. При этом, естественно, подбираются периоды времени, когда Марс наиболее близко подходит к Земле. Периоды, когда Марс особенно близок к Земле, ученым еще предстоит рассчитать. А пока основная задача проверить, способен ли человек преодолеть расстояние почти 56 миллионов километров. Ведь в случае переселения предстоит лететь всем, и старикам, и детям. Пока же участники Марс-500 практически на ощупь прокладывали дорогу, по которой, возможно, предстоит пройти всему человечеству. Участников эксперимента готовили по особой программе. Постоянные тесты и тренировки, невероятные нагрузки, изнурительные испытания на прочность тела и разума. Полгода претенденты жили в жесточайшем режиме. Они не принадлежали себе, а были скорее испытуемым материалом, опытными образцами для исследователей. Помимо экстремальных нагрузок, особое внимание уделялось психологии будущих путешественников. Ведь им предстояло вместе, в замкнутом пространстве бок о бок провести 520 дней. Сначала поставим три штуки, а потом эти будем доходить. На морозе требовалось обустроить ночлег, добывать пропитание, выполнять различную физическую и умственную работу, при этом действовать всегда сообща. С минимальным набором средств выживали, и в конце выживания по условиям один из участников, как правило, самый тяжелый в группе, получал травмы, его нужно было доставить к площадке, куда должен сесть вертолет. Но это было достаточно сложно физически. Ну, помимо этого, проходила большая работа по обучению тем методикам, которые предстояло использовать внутри модуля. Но на Марсе гораздо холоднее, чем на Земле. Средняя температура там минус 63 градуса Цельсия, почти как у нас в Антарктиде. А на некоторых участках планеты зимой она опускается еще ниже, до минус 120. Такие тренировки еще не гарантия того, что люди справятся с марсианскими нагрузками. К тому же провести несколько месяцев в космосе, в условиях невесомости, когда мышцы перестают работать, и при этом сохранить физическую форму непросто. Через несколько месяцев вне гравитации обычный человек станет инвалидом. Мышцы просто атрофируются. Далеко не все это выдержат, поэтому для каждого члена команды была разработана отдельная программа физподготовки. 70 дней занимались на одном тренажере по специальной программе, потом переходили на следующий, и в промежутках между тренировками оценивали эффективность того, что удалось достичь, ну, чтобы в последующем сравнить, какой цикл тренировок и какой тренажер лучше использовать. Впрочем, космонавты, работающие на МКС, на своем примере доказали, что человеческий организм способен долгое время функционировать в условиях отсутствия гравитации. Космонавт Валерий Поляков провел на орбитальной станции МИР 438 суток и смог сохранить физическую форму. Но на Международную космическую станцию периодически доставляют грузы с Земли, регулярно проходят сеансы связи с Центром управления и с родственниками. Путешественники на Марс всего этого будут лишены. Как быть, если окажется, что связываться просто не с кем? Наша планета безжизненна, поддержки ждать неоткуда, а космический челнок единственное место, на котором смогли спастись единичные представители человечества. В условиях полной изоляции от Земли и всего привычного главное не сойти с ума. Когда начало, это подъем, эмоциональное такое восприятие новизны, все очень интересно, потом очень интересный этап высадки, а потом очень трудный этап, когда до Земли остается еще 250 суток, однотипной, однотонной работы. И к этому тоже надо уметь адаптироваться, надо уметь преодолевать вот эту вот рутину, будничность. Ведь у наших испытателей не было, как говорится, ни окошка в мир, они не знали, какая погода на улице, какие условия. У них общение шло с Землей через мониторы, через компьютеры. После глобальной катастрофы космический корабль станет пристанищем для людей на долгое время, пока они не найдут себе новую планету для обитания. До тех пор им придется жить в своих модулях. Это уникальный, не имеющий аналогов в мире макет марсианского челнока. Его построили в помещениях Института медико-биологических проблем. Условия, созданные в нем, близки к тем, которые ожидают космонавтов в реальном полете. Подача воздуха из кислородных баллонов, измененное непривычное давление внутри помещений, полное отсутствие окон во внешний мир. Это скорее бочка, запаянная с двух сторон. Пока человек лишь имитирует марсианский полет, ученые пытаются просчитать все сложности, которые могут возникнуть в полете. Они составили целый список проблем, трудностей и поломок всего, что может ждать экипаж в космосе. Даже условные травмы космонавтов и болезни тоже стали частью подготовки. Заблаговременно, за сутки, или чуть раньше, приходила радиограмма мне и сухробу, и мы должны были организовать вот такой несчастный случай. А остальные члены экипажа должны были оказать помощь. Мы, соответственно, контролировали, как они это делают, делают и оценивали эффективность. Также была еще оранжерея, даже несколько оранжерей, где мы выращивали цветы и овощи. Соответственно, пришлось осваивать еще специальность биолога или агронома. Возможно, именно эти навыки помогут выжить людям там, где не будет растений и животных, где пропитание придется не добывать, а создавать своими руками. Ведь крайне важно не только добраться, но и выжить на Красной планете. Даже выход из модуля на поверхность Марса грозит стать смертельным. Непредсказуемый климат, солнечная радиация, метеоритные дожди это лишь малая часть опасности, которые могут ждать колонизаторов на Марсе. Здесь подача кислорода осуществлялась через шланг. То есть вот эта система жизнеобеспечения, она была вынесена за скафандр, чтобы снизить его вес. А в реальных условиях она, скорее всего, будет находиться в самом скафандре. Соответственно, добавится вес кислородных баллонов, фильтров для очистки, плюс силовая установка для работы электрических каких-то компонентов. И со всем этим снаряжением нужно научиться передвигаться. Громоздкий скафандр сковывает движение. Если человек упал, то встать без посторонней помощи очень тяжело, а в случае опасности необходимо будет срочно покинуть поверхность и зайти в модуль. Испытателям пришлось отрабатывать и такие ситуации. Всего за время проекта его участники выполнили более сотни научных опытов и экспериментов. Их результаты сейчас анализируют в Институте медико-биологических проблем и пока не разглашают, но ответ на главный вопрос, способен ли человек добраться до Марса, уже очевиден. Мы получили обнадеживающие результаты, которые позволяют с большой долей вероятностью говорить о том, что полет на Марс возможен, те задачи, которые мы решили, они решены успешно. Необходимо продолжение решения задач. Но мы видим пути, способы, методы решения этих проблем. Так что, на наш взгляд, и наш эксперимент подтвердил, что есть очень хорошие перспективы для человека, не для автомата, для того, чтобы полетел робот, необходима только техника. Но если землянам предстоит искать новый дом, то как туда перевести все многомиллиардное население? Ученые подсчитали, что для этого нам понадобится почти триллион летательных аппаратов. Создать такое количество космических кораблей человечество в ближайшее время просто не в состоянии. А если и удастся перебраться на другую планету, то сможет ли человечество сохранить себя как вид? Этот вопрос не обошел вниманием и наш эксперимент. Мы также оценивали состояние наших испытателей. Ну и в будущем есть факторы, о которых нам известно, а, безусловно, есть, которые еще неизвестны. И, в частности, правильно обращено внимание на гипомагнитное воздействие. Оно еще довольно слабо изучено вообще, как воздействует на человека и на потомство. Что касается радиации, то здесь, к сожалению, опыт у человечества довольно большой. Но долететь и высадиться еще не значит заселить планету. Условия на Марсе не подходящие для жизни людей. И тут ученые видят два варианта. Либо приспособиться к ним, либо приспособить их для человека. Первое – сделать проще и быстрее. Скафандр, обитаемый модуль, базовая станция, внутри которой будут созданы человеческие условия. Все это в ближайшем будущем могут построить машины и роботы. Но если будет стоять вопрос не просто о создании баз, а о полном переселении, то модулями и строениями не обойтись. Придется всю планету адаптировать для жизни людей. Такая переделка называется терраформированием. Это значит, что человеку нужно будет изменить гравитацию, атмосферу и климат Марса. Но как такое возможно? Ученые предлагают различные способы. Для начала планету надо сделать теплее, чтобы высадить на ней простейшие микроорганизмы и растения, способные добывать кислород из углекислого газа. А нагреть целую планету можно, если бомбить ее кометами, которые содержат много газов и воды. Способ бомбежки ученые уже разработали. Его просто надо в разные точки, так сказать, тем же самым, мелкими порциями, еще более мелким, потому что там жидкая атмосфера. Вы сами знаете, что там достаточно слабенькая атмосфера, еще более мелким. И кометное вещество. Это тоже опускать. Что происходит? Разогрев. А в самих полярных шапках материала достаточно. Пошел разогрев. Что пошло? Дальше уже, как мы засеваем организмы, элегантное решение. Однако, чтобы эту идею воплотить в жизнь, пройдут сотни лет. Есть ли у землян столько времени? Ведь вполне вероятно, что переселяться нашей цивилизации придется гораздо раньше, до того, как закончится капитальный ремонт на Марсе. Существование Земли давно под угрозой. Ученые предполагают несколько возможных вариантов гибели планеты. Наиболее быстрое и вероятное уже в ближайшее время – это самоуничтожение. У ведущих ядерных держав накоплен огромный арсенал оружия. Локальные конфликты в различных точках планеты грозят постепенно перерасти в глобальную геополитическую борьбу с применением ракет и бомб, уничтожающих все живое. Запасов ядерного оружия на планете хватит для того, чтобы вызвать экологический кризис и поставить все живое на грань исчезновения. Но страшнее для человека опасность из космоса – армада астероидов, которые грозят Земле полным уничтожением. Ученые уверены – именно бомбежка астероидов, миллионы лет назад превратила Венеру в необитаемую планету. Мы сегодня наблюдаем на Венере поверхность, которая представляет собой сплошное лавовое поле. Плошное. Нет никаких выделений на материке или какие-то равнины. Это сплошное лавовое поле. Происхождение его, может быть, легко объяснено тем, что Венера испытала настолько серьезный удар из космоса, что была разрушена кора планеты, и лава из-под коры вылилась и залила всю поверхность. И хотя астрономы уверяют, что все опасные для Земли объекты они держат в поле зрения, и в случае реальной опасности человечество найдет выход, кометно-астероидная угроза абсолютно реальна. Этот вопрос решается сегодня на уровне ООН. Люди понимают, наша цивилизация слишком беззащитна перед космической мощью Вселенной. Впрочем, катастрофические последствия для Земли могут наступить и по совсем другим причинам, пока малоизвестным науке. Вращение планет, изменение активности Солнца или Луны – все это может вызвать стихийные бедствия и катаклизмы и привести к гибели нашей планеты. Сейчас восход Солнца можно наблюдать не на востоке, а на юго-востоке. И заход не на западе, а на северо-западе. То есть произошло такое смещение, и, соответственно, смещаются и, скажем, климатические пояса. Наши аномальные холода приходят не в свое время. То есть крещенские морозы давно прошли, а нам обещают все более и более усиление мороза. То же самое происходит и в Среднедоморье, то есть в Италии, и во Франции, и снег выпадает в Сахаре. А в других местах, где обычно трещали морозы, сейчас идет нормальный дождь, скажем так же, в том же Монреале. Нет сомнений, что в результате череды таких катаклизмов много тысячелетий назад облик нашей планеты начал постепенно меняться. После потопов, землетрясений и движений литосферы образовались новые горы, реки, острова и материки. Так был сформирован современный вид Земли. В ближайшем будущем нас ожидает нечто подобное, уверен исследователь Евгений Убийко. Атлантический океан меняется в расположении, вся европейская плита подныривает просто под ледоит океан. И тогда волны километровой, двухкилометровой высоты начинают двигаться через Новую Землю, через Германию, через Польшу. И доходят практически до Москвы, где-то до Зарайска, где-то на глубину, до тысячи километров в глубину континента. Такие процессы происходили неоднократно. То есть есть много пещер, находящихся на высоте 500-800 метров, которые забиты илом от морей. Принесены туда вот такими цунами. Так что матушке Европе можно не позавидовать. Практически 40-метровый слой ила им обеспечен. Все это произойдет уже в конце 2012 года, считает исследователь. В это же время апокалипсис предрекают древние майя и различные пророки. Предвестники глобальной катастрофы уже появились. Погодные аномалии, ураганы, цунами последних лет. Странные звуки в атмосфере, которые слышны в разных уголках Земли. Ученые давно услышали и померили их. Но они мерили их спутниками, слушали в радиодиапазоне на высоте 800 тысяч километров за пределами Земли. А сейчас, когда мы приближаемся к некой гравитационной аномалии, которую в простонародье называют небесная ось, этот рев стал слышен уже в слуховом диапазоне. То есть мы можем слышать его с собственными ушами. То есть это, скажем, тот космический ураган, который бушует вокруг Земли, и его отзывки доносятся к нам, сюда, на дно нашего воздушного океана, где мы живем. Природу этих звуков официальная наука не объясняет. Зато независимые исследователи уверены, это начало перемен планетарного масштаба. На Земле начались глобальные необратимые процессы, которые приведут к смене климата и биологических видов. Начнется все с чудовищного по своим размерам урагана. Совершенно огромный, который может привести не просто к каким-то, скажем, перемещению облаков, влажности, изменению давления, а может как бы растрясти саму литосферу, то есть сопровождаться землетрясениями и прочим. За считанные часы диаметр Земли увеличится в несколько раз, поэтому подняться в небо на летательных аппаратах, считает Евгений Убийко, нереально. Даже орбитальные спутники будут просто сметены разрастающейся планетой. Скрыться под землей тоже не получится. В ней образуются разломы глубиной в несколько километров. Спасения не будет ни в воздухе, ни на земле, ни на воде. Накат воды соответствует скорости вращения Земли. Скорость вращения Земли у нас на этой территории порядка километров 700 в час. Представляете себе, почти сверхзвуковая скорость, ну, две скорости звука там. Высотой там до 5 километров волна. То есть это вот до облаков. Но если Земля все же выживет, не будет ни городов, ни дорог, ни привычных ландшафтов. Изменится абсолютно все. После глобальной катастрофы уцелеет лишь малый процент обитателей планеты. Нетронутыми останутся небольшие участки в разных уголках земного шара. Именно там, по мнению исследователей, начнет зарождаться новая цивилизация. Это наше Заволжье, это центр в России, Западная Сибирь, не все участки. То есть не сказать, что Алтайские долины. И несколько участков на северо-западе США. Вот. Небольшие участки такие есть в Китае. Немного есть, вот буквально пара мест в Европе, там, в Болгарии. А значит, пока этого не случилось, нужно найти место для переселения землян. Работа над этим началась еще с конца 70-х годов прошлого столетия. Люди взялись подыскивать альтернативную землю. В НАСА была разработана целая программа по колонизации космоса. Велись подобные работы и в СССР. Планировалось создание лишь не очень больших колоний и поселений, которые позволят сохранить генофонд человечества. Стать новой Землей все шансы имеют Марс, Венера и Луна. Они находятся в нашей Солнечной системе и, по оценкам ученых, вполне могут претендовать на роль земных колоний. Не так давно в России объявили набор добровольцев для полета на Луну. Стало известно, что Роскосмос собирается возобновить свою лунную программу. И люди полетят туда с одной целью – обосноваться и создать условия для будущих поселений. Российский отряд космонавтов планируют высадить на земной спутник к 2020 году. Сегодня лунные программы есть у всех космических держав. О своем намерении вернуться на Луну заявляют Соединенные Штаты. Китай и Европа также не прочь направить туда свои корабли и людей. С чем связан такой интерес к Луне по прошествии почти полувека? Луна – это единственное космическое тело, которое будет освоено хотя бы в ближайшие 100-200 лет. Именно потому что позволит решить проблемы, связанные с нашим существованием на Земле. Это вынос энергоемкого производства в космос. Понимаете, вот здесь мы должны добывать железо из руды. Руды хорошие истощаются. Магнитную горку мы уже практически все изгрызли. Таких руд, у которых содержание железа высокое, уже почти не осталось. Зато они есть на Луне. Естественный спутник Земли представляется наиболее удобным для заселения сразу по нескольким причинам. Луна – самое близкое к Земле тело. По ее поверхности можно ходить и ездить, благодаря притяжению, пусть и не настолько сильному, как на Земле. А еще там есть необходимая для жизни человека вода. Добраться до Луны и организовать там первую базу или поселение представляется реальным даже при нынешнем развитии технологий. Скажем, вращение Луны синхронизировано с вращением Земли, поэтому она повернута себе одной стороной. Поэтому если какая-то база будет находиться на этой видимой стороне, то это очень будет удобно в плане связи. Тем более, что на поверхности Луны есть подходящие места для высадки и строительства таких баз. Глубокие кратеры хранят в себе массивы льда и способны уберечь от губительного воздействия солнечной радиации. Под поверхностью Луны можно будет построить целые города, уверяют ученые. Там вполне по силам воссоздать привычную атмосферу и условия для жизни. В эпоху лунной гонки в СССР существовал даже проект создания лунных баз «Звезда». Разработки советских ученых сегодня берет на вооружение Запад. В Соединенных Штатах и Европе ученые уже начали создавать искусственную биосферу, пригодную для обитания вне Земли. Такая теплица может охватывать всю планету. Под ее куполом могут обитать миллионы людей и животных. Но как сделать этот купол максимально прочным и долговечным, ученые пока не знают. Поэтому в ближайшем будущем они намерены забросать Луну кометами, содержащими воду и аммиак. Давайте-ка сделаем специальную ракету, которая к этой комете, которая приближается к нам, подлетит, сядет на нее и будет использовать то же самое вещество, из которого она состоит, вот там вода, углекислый газ, аммиак, для ракетного движения. Она будет кушать вещество этой кометы, а сама, используя эти двигатели, двигаться туда, куда нам нужно. И вот вам, пожалуйста, вы можете эту комету перевести, хотите на Землю, хотите на Марс, хотите на Луну. Таким образом, на любой планете может возникнуть некое подобие земной атмосферы, которая позволит человеку заняться выведением растений и микроорганизмов. Но как долго сможет удержаться на планете такая атмосфера и защитить для она человека от солнечной радиации? Ответов на эти вопросы нет. К тому же, создать такие технологии ученые пока не в силах. Быть может, гораздо выгоднее оставить на Луне все как есть и строить города под ее поверхностью. Там можно будет развернуть добычу полезных ископаемых или вынести туда производственные мощности Земли. Нам нужно очень много энергии только для того, чтобы сначала добыть какие-то полезные ископаемые, потом эти полезные ископаемые превратить в металл, потом этот металл превратить в машины, эти машины выгнать на поля, с тем, чтобы в конце концов получить в итоге бутерброд или масло на этот кусок хлеба. Если мы хотя бы вот эту самую энергоемкую часть перенесем в космос, там, где проблемы с перегревом атмосферы не существуют, там, где можно добывать, использовать очень дешевую солнечную энергию, то и такие энергетические проблемы на Земле тоже будут решены. Мы оставим здесь место только для природы, в которой человек себя чувствует комфортно и хорошо. Лунная гравитация гораздо слабее земной, а значит, любая механическая работа окажется гораздо легче. К тому же на Луне нет землетрясений и погодных изменений, поэтому все постройки там будут долговечными. Тем более, что российские разработчики уже продумали способ транспортного сообщения Земли с Луной. Уникальное изобретение российских ученых может оказаться самым востребованным в будущем для переселения людей на Луну. Это своего рода лифт, который будет курсировать между двумя планетами по тончайшему тросу из углеродного волокна. Этот сверхпрочный материал стал сенсационным открытием. Правда, пока ученые научились синтезировать лишь небольшие частички этого волокна. Для того, чтобы удержать трос вместе с грузом массой в 2,5 тонны, достаточно углеродного волокна толщиной примерно в 0,1 мм. Все на все. Пройдет немножко времени, я думаю, что мы научимся либо сращивать эти кусочки вместе, либо сразу выращивать такие длинные нити, которые достаточно дотянуть до Луны. Луна всегда повернута к Земле одной стороной. И конец углеродного троса, закрепленный на поверхности Луны, всегда будет направлен к нашей планете. По задумке изобретателей, он сможет доставать лишь до верхних слоев атмосферы, а не до самой Земли. Он должен где-то доходить, но до высоты 40-50 тысяч километров от поверхности нашей планеты. Потому что ниже летают спутники. Спутники тоже могут врезаться в трос, ничего хорошего от этого не будет. Но мы всегда можем рассчитать те моменты, когда мы можем трос опустить пониже. И опустить его, скажем, в стратосферу. А в стратосферу можно подняться с помощью специального самолета стратосферного. Сейчас наши военные самолеты спокойно поднимаются в эту стратосферу. Но даже если предположить, что ученые нашли способ транспортировки человека на Луну, возникает другой вопрос. Поместимся ли мы все на спутнике, и хватит ли нам там ресурсов для выживания? Поэтому ученые рассматривают Луну и как перевалочный пункт для более далеких космических перелетов. Созданные на ней базы смогут отправлять и принимать межпланетные космические аппараты. Там же будут проходить подготовку космонавты, отправляющиеся к другим планетам, например, к Марсу или Венере. Последнее, как считают ученые, вполне пригодно для переселения землян. Вот так выглядит Венера. Единственная в солнечной системе планета, которая вращается по часовой стрелке. Венера из себя представляет, ее еще называют сестра Земли. Венера по размерам очень похожа на Землю. Тут, казалось бы, все очень удобно. То есть, если бы Венера имела атмосферное давление, такое же, как и на Земле, то человеку было бы на ней комфортно в плане ощущений, так сказать, гравитации. Главная сложность в том, что атмосфера на Венере почти в сто раз плотнее земной, и человек просто не выдержит ее сильного давления. Это все равно, что весь мировой океан испарился бы и превратился в пар. Такое давление соизмеримо с километровой глубиной под водой. Столь плотная оболочка не позволяет проникнуть на планету солнечной радиации. Она же образует глобальный парниковый эффект. Поэтому Венера – самая горячая после Солнца планета. На ее поверхности температура достигает плюс 460 градусов Цельсия. Это значительно выше, чем в духовой печи. Даже первые космические аппараты, которые на Венеру послались, просто раздавливались атмосферой или не выдерживали температурных условий. И не сразу удалось даже просто посадить аппарат на поверхность, чтобы он до нее просто долетел. Поэтому, конечно, в плане освоения у Венеры есть тут большие сложности. Атмосфера этой планеты почти полностью состоит из углекислого газа, которым человек дышать не может. Зато он сможет ходить по ее поверхности. Ведь притяжение на Венере почти такое же, как на Земле. А это значит нет невесомости. Ученые предполагают, что атмосферу Венеры можно насытить кислородом. Лучше всех из углекислого газа его производят растения. А значит ученым нужно найти способ выращивать их на Венере. Почти 500 градусов температура, значит углекислая атмосфера. И как им, были уже несколько десятилетий предложения засеять верхние слои атмосферы микроорганизмами, а они потом будут со временем ее осаждать. И, мол, таким образом, с течением времени преобразуем Венеру более-менее в приемлемую планету, которой можно будет расселяться. Если идея ученых воплотится в жизнь, то в будущем на Венере будут созданы условия для жизни людей. Однако планета вращается вокруг своей оси медленнее, чем вокруг Солнца. А это значит, что год на Венере длится меньше, чем день. Это крайне неудобно для земных организмов. До ночной прохлады они могут просто не дожить. И не стоит ждать ни похолоданий, ни сезона дождей. Ну, вообще, так сказать, температурные изменения очень небольшие, поэтому говорить там о каких-то различных природных условиях нельзя. Там все равно такая вот выжженная поверхность, вот, и, собственно, каменистая. Однако ученые уже разработали способ изменения планеты. Для начала Венеру нужно раскрутить вокруг своей оси, чтобы день сменялся ночью в течение привычных нам земных суток. Но как это сделать? При помощи тех же космических бомбежек. Только сбрасывать на поверхность Венеры кометы нужно покасательный, чтобы от их соприкосновения планета начинала вращаться быстрее. Во-первых, эти взрывы увеличат диссипацию. Диссипация — это испарение от высокоэнергетического удара атмосферы. И вот этот углекислый газ в значительной степени, это гигантская толща, которая нам не нужна, она будет, ну, просто за ненадобностью частично удалиться. А полезные вещества — вода, аммиак. А что является основной составной частью, кроме водородовой аммиаки? Азот. Что у нас больше всего в атмосфере? Азот. И вот когда таким образом мы подготовим атмосферу, создадим вращательный момент, вот тут можно и высевать микроорганизм. Правда, велика вероятность, что от таких ударов комет поверхность Венеры нагреется еще больше. Поэтому теперь перед учеными встала новая проблема — найти способ, чтобы остудить планету. Пока одни ученые бьются над этим вопросом, другие вычислили, что в космосе есть уникальные экзопланеты, которые также могут претендовать на роль второй Земли. Недавно астрономы, работающие с данными космического телескопа Кеплер, обнаружили необычную планету, которая потенциально пригодна для обитания людей и вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. Экзопланету назвали Кеплер-22b. Звезд у галактики очень много. Естественно, мы говорим о нашей галактике. То есть это звезды, такие же, как Солнце, или больше, или меньше. У каждой из этих звезд, у любой звезды, есть вот эта некая зона жизни, так называемая. Если звезда, так сказать, менее яркая, чем Солнце, то эта зона ближе. Если она, наоборот, ярче светит, то зона находится дальше. Звезда системы Кеплер-22 чуть меньше и холоднее Солнца. Находится она на расстоянии 600 световых лет от Земли, а значит исследовать ее можно пока дистанционно. При помощи инфракрасного космического телескопа ученые провели подробное наблюдение и выяснили, что один год для Кеплер-22b составляет 290 дней. Планета находится на таком расстоянии от своего Солнца, что на ее поверхности может быть вода в жидком состоянии. А это один из главных факторов выживания землян. Пока могут определить плотность, могут определить температуру, могут спектральный анализ произвести, чтобы понять, какие элементы присутствуют, и определить приблизительно радиус. И основная пока масса экзопланет, она похожа на планеты-гиганты, потому что они больше, и обнаружить их проще у других звезд. Но планеты-гиганты, как известно, для жизни не приспособлены. То есть у них только спутники могут быть. Но долететь до экзопланет сегодня невозможно. Пока мы способны их только наблюдать. Быть может, когда-нибудь одна из них будет заселена людьми. Уже сегодня ученые обнаружили 54 планеты, потенциально пригодные для обитания людей. Однако их может быть гораздо больше. Астрономы полагают, что во всей Вселенной подобных планет могут быть миллионы. Какая из них станет второй Землей? Что будет с человечеством? Где обретет оно новый дом? И не окажется ли он уже кем-то занят? Ответы на эти вопросы рано или поздно появятся. А пока исследователи готовятся покорять далекие галактики, нам, земным обитателям, необходимо ценить и беречь тот мир, в котором мы живем. И тогда, возможно, в нем вырастут еще множество поколений наших потомков, перед которыми не будет стоять вопрос поиска новой Земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова